Недавние школьники, теперь почти студенты. В Новосибирском театральном институте подходят к концу вступительные экзамены. Будущие драматические актеры, кукольники и режиссеры уже отстрелялись. Сегодня очередь артистов музыкального театра. Тема продолжит Екатерина Новгородцева. В этом году желающих погрузиться в репетиции и жизнь за кулисье больше, чем обычно. А претендентов на специализацию актер музыкального театра вообще рекордные 12 человек на место. Сегодня последний тур творческого конкурса. Из 76 подавших заявления в первом туре участвовали 43 человека, а до сегодняшнего испытания дошли 15. Дождькой темной тихо пойдем, мы пойдем сканем по полю двоем, мы пойдем сканем по полю двоем. Поступают на направление актер драматического театра и кино, артист театра кукол, режиссер драмы и артист музыкального театра. И хотя в вуз театральный, кумиры у абитуриентов по большей части из музыкальной среды. Из российских, если например, то Ани Лорак, я очень люблю Ани Лорак. Из американских, Селена Гомес, у меня даже ее портрет висит там, не знаю, со скольки лет над кроватью. Предварительные результаты испытаний абитуриенты узнают уже сегодня. Каждый год они придумывают способы заинтересовать приемную комиссию. Кто-то поет современные произведения, читает малоизвестных авторов, но большинство поступающих остаются верны классике. Очень часто звучит произведение Ингбра Гея Дониса, по-моему, «Говорю вам, смейтесь». То ли оно входит в школьную программу, а произведение действительно неплохое, то ли в поисковых системах оно первым выскакивает и сразу обращает на себя внимание. Ну, конечно, Ворона и Лисица без нее тоже никуда не денешься. А вот у музыкантов лидером на первом туре, безусловно, стала песенка Пепиты из опереты Дунаевского «Вольный ветер». Раз пять, по-моему, она звучала в разных вариантах. Творческий экзамен для каждого направления проходит в три тура. Будущие актеры музыкального театра сначала поют в академической манере, во втором туре исполняют эстрадные песни, читают стихи и прозу, импровизируют под музыку. Третий тур самый сложный, по мнению комиссии. Изобразить щенка, отодвинуть невидимую стену или материализовать мелодию. И это сможет далеко не каждый. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новости ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok